У россиян уже зарезервированы отдельные зоны проверки багажа, отдельные окна пограничного контроля и десятки стоек регистрации на рейс. Специальная анимация на русском языке объяснит, что снимать, что предъявить, что непременно выкинуть и куда следовать дальше. Ему в бок ввинут из сумки и положить в отдельную коробку и поставить на скамеру. У пассажира свой путь, у чемодана свой. То, что окажется в багажном отсеке самолета, проверяют с особой тщательностью. Если какой-либо из чемоданов вызывает подозрение, он проходит через еще один дополнительный сканер. Оператор решает, сохранить его или отправить на дополнительную проверку или даже уничтожение. Но после того, как чемоданы пройдут все проверки, их запакуют в специальные металлические боксы, запечатают и отправят на борт самолета. Все, что вызывает подозрения, проверяется на наличие взрывчатых веществ. Если сканеры и реагенты заставляют сработать сигнал тревоги, сомнительный или бесхозный баул попадает в специальный отсек с мощными бетонными стенами, где работают только саперы и умные роботы. В этом месте уже не работают гражданские. Здесь только военные саперы, одетые как средневековые рыцари. Специальный робот забирает багаж, который не прошел проверку и отвозит его в специальный бокс для уничтожения. Закрываются дверцы и раздается бум. Но не менее тщательно, чем пассажиров здесь проверяют персонала аэропорта. Предполагается, что террорист, поранесший бомбу в российский лайнер, мог работать на погрузке багажа. Отныне каждый диспетчер, полицейский, грузчик, администратор проходит тщательную личную проверку, затем получает именную магнитную карту. Переходить из одной зоны в другую он может, лишь совместив электронный ключ и отпечаток указательного пальца. И каждое его перемещение фиксируется компьютером внутренней службы безопасности. Чуть сладковатый запах пустыни. Мы сходим по трапу в жемчужине курортов Красного моря. В Шарм-Аль-Шейхе прозрачная вода даже зимой не холоднее 23 градусов. Уникальные кораллы, причудливые рыбы, поющие фонтаны пешеходной зоны Соха. Отсутствие русских туристов заметно по десяткам пустующих столиков в отелях, по незанятым лежакам, на пляжах и около бассейнов. Ведь именно в зимний сезон россияне занимали более двух третей мест в отелях Хургада и Шарм-Аль-Шейха. Когда в аэропорту Шарм-Аль-Шейха перестали приземляться лайнеры из России, отели потеряли до 40% своих гостей. 24 гостиницы закрылись, не оправившись от удара. Тур-операторы начали поиск тех, кто мог бы заменить выбывших россиян. У нас на 100% увеличилось число гостей из Германии, 40% отдыхающих в Луксоре — это китайцы, а здесь много бельгийцев, датчан. Сейчас Саудита строит сюда мост, и тогда у нас будет очень много жителей Аравийского полуострова. Сегодня русская речь выдает здесь жителей Белоруссии, Казахстана или Украины. Наших соотечественников-единицы. Стоимость билетов с пересадкой — это аргумент в выборе места отдыха. Раньше за эти деньги можно было прожить, провеселиться 10-14 дней в отеле и уехать домой. В данный момент эти деньги только на перелет. Те, кто рискнул и потратился на билеты с пересадкой в Стамбуле, Минске, Алма-Ате, Риме, заметили, что Южный Синаи отгородился от Северного, где уже несколько лет продолжается настоящая война с радикальными исламистами, присягнувшими на верность ИГИЛ, многочисленными блокпостами, где бойцы президентской гвардии днём и ночью не выпускают из рук оружие, где автомобили, автобусы обнюхивают специально обученные собаки, где проверяют документы и у пассажиров, и у водителей, и у сопровождающих. Очень большой был досмотр, то есть вплоть до снятия обуви, ремней и так далее. То есть несколько кордонов было, плюс в Шарм-Аль-Шейхе очень много охраны. И в принципе я чувствую себя безопасно, когда я прилетаю сюда. Систему безопасности аэропорта скопировали секьюрити курортных отелей. Металлическая ограда, проверка документов, осмотр въезжающего транспорта в гостиницу, собаки-сапёры, сканер на входе и такие же комнаты круглосуточного наблюдения за территорией. Мы здесь уже 15-й раз. Мы видим, как изменились требования к безопасности. Сегодня улетаем и потратили максимум 20 минут. Зато чувствуем себя абсолютно защищёнными. Покидая Шарм-Аль-Шейх, мы вновь дважды разуваемся, вновь ставим багаж на ленту сканера, вновь подставляем ладони для проверки на наличие взрывчатки и снова и снова предъявляем билет и паспорт.